Доброе утро! Доброе утро! Сегодня отмечается Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода, с чем мы вас и поздравляем. И переходим к краткому анонсу выпуска. В ближайший час мы поговорим о планах и мероприятиях в областной библиотеке имени Крупской. Узнаем, как жильцам правильно взаимодействуют с управляющей компанией и расскажем об уходе за домашними питомцами. Впереди самое интересное. Не переключайтесь, мы начинаем. Доброе утро! Цифра дня. 33. Примерно столько лет за свою жизнь человек проводит в постели, причем 7 лет из них он пытается уснуть. В огня. Бегун способен со старта опередить гоночную машину в первые 10 метров. Цифра дня. Окрасив. Действие вопреки лучшему варианту. Выбор из двух вариантов лучшего. Лучшее в сети. Лучшее в сети. Эксперты определили список самых востребованных профессий 2022 года среди наиболее актуальных специалистов сферы продаж, маркетинга и рекламы. Вакансии на эти должности займут в среднем до 50% предложений о работе. Также интересно то, что россияне все меньше пользуются собственным транспортом. Соответственно, внушительный спрос сохранится и на водителей такси. Также в связи с пандемией дефицитом сотрудника столкнутся ресторанно-гостиничный бизнес. Многие работники общепиты перевелись в сферу курьерской. Помимо этого, с отсутствием кадров столкнулись региональные банки. Большой поток сотрудников из регионов в мегаполисы обусловлен наиболее выгодным условиями и повышенной заработной платой. По некоторым данным в столичной службе занятости число новых вакансий выросло в несколько раз, что достигает рекордных показателей. Главное, чтобы сфера деятельности приносила искреннее удовольствие. Героиня нашего следующего сюжета просто не представляет своей жизни без музыки. Девушка играет на гусле. О всех тонкостях этого необычного инструмента и жизни музыканта узнаем из нашего следующего сюжета. Иванушка рачек по бережку лазя, рыбку хватая, Ульянушка нося, Ульянушка сереце, ест рыбку с перецем. Сиди да барина на таку, кричи да барина засяку. На гуслях я играю года два, наверное. Я купила себе свой инструмент и теперь радую своих родных, близких и саму себя. Самый распространенный вариант – девятиструнные гусельки крыловидные, потому что на крылышко похоже. И они очень красивые звуки издают, и они так умиротворяют. То есть приходишь после тяжелого учебного рабочего дня, берешь гусли в руки и начинаешь потихонечку играть, и так и успокаиваешься. Играть на гуслях, в принципе, несложно. Главное – часто это делать. То есть минимум два раза в неделю хотя бы брать в руки инструмент, чтобы освежать в памяти все аккорды. То есть аккуратненько прикрываешь те струны, которые тебе не нужны, и получается нужный аккорд. Главное – выучить последовательность пальчиков и как именно погружать палец, чтобы получался бархатный, красивый звук. Потому что если ты недостаточно сильно погрузишь, то звук получится очень тихий. Если сильно, то он станет таким напряженным. Поэтому нужно уметь как бы соизмерять силу и чувствовать. Самое главное – чувствовать инструмент, а для этого нужна практика. У меня как-то сразу пошло обучение с гуслями. То есть я взяла этот инструмент и поняла, что ну все, это мое. Обычно, когда гусы изготавливаются, они должны отлежаться пару-тройку лет на складе. То есть чтобы дерево просохло, чтобы все колочки встали на места, чтобы струнки тоже все встали на места. И тогда они будут звучать более зрело, глубоко, так, мясисто. То есть инструмент станет на свое место. В силу того, что не было такого цвета, какой я хотела, мне изготовили инструмент, и он приехал еще с запахом лака свежего. То есть я когда расчехлила их, я просто вдохнула и поняла, что этот инструмент делали специально для меня. Лет до 12 я совершенно случайно попала на концерт, юбилейный концерт ансамбля «Калинка». И я была так вдохновлена просто этими песнями. Они были, конечно, в стилизованной обработке. И мне так это попало прям в душу, в самую точку, что я просто маму за рукав начала дергать и говорить «Мам, пожалуйста, отведи меня туда». Я уже обучаю игре на гуслях. У меня есть пару человек. Сначала было, конечно, так страшненько и неуверенно я себя чувствовала, потому что сама обучаюсь и как бы думала, а чему я могу научить ребят. Ну, оказалось, что многому могу научить. Иногда мама так меня просит, Оля, сыграй что-нибудь современное. И я помню, ну, обычно я под гитару ей что-нибудь играю, а так раз, я как раз тогда только приобрела гусли, и я говорю «Мам, давай попробуем на гуслях». И я и пела «Цоя», там «Висборо», то есть, и мама так «Ого!» А оказывается, звучит. А как интересно. Гусли настолько запали мне в душу, что стали частью меня. Думаю, что буду играть колыбельной своим деткам, и надеюсь, что мои дети будут тоже изучать этот инструмент. Поп-попа на свинье, была байка на стяне, была байка упала, свинью по гробу попала, а папашу по спяне, чтобы не ездил на свинье. До весны уже меньше двух недель, а это значит, что очень скоро наш телеканал будет отмечать очередной день рождения. Друзья, нам исполняется уже 8 лет. Поздравления уже по устоявшейся традиции будем принимать в прямом эфире утреннего шоу «Семподъем» 1 марта. Причем не только по телефону. Но у каждого из вас есть возможность поздравить нас лично, записав творческое видеопоздравление на свой смартфон. Самые яркие креативные ролики мы покажем в эфире утреннего шоу «Семподъем» 1 марта. Что для этого нужно? Всего лишь снять видеопоздравление в горизонтальном формате и дальше внимание. Нужно произвести всего лишь два действия. Запоминайте. Первое. Опубликовать поздравление на своей странице инстаграм с хаштегом решетка А24 весна. И второе. Отправить этот же ролик на почту телеканала Астрахань-24. Адрес на ваших экранах. Астрахань-24.видео-собака-яндекс.ру До марта осталось совсем немного времени, так что поторопитесь! А на этом наши новости не заканчиваются. Встретимся после небольшой паузы. Не переключайтесь. Доброе утро. Пишите в нас, пождаться этим днем. Доброе утро. Говорим мы всем, кто уже успел проснуться и включить канал Астрахань-24 или ОТР. Мы, Юрия Шаевна, продолжаем делиться отличными новостями. В этом году Астраханский театр кукол отмечает свое 35-летие. Программа обещает быть насыщенной. Уже в марте стартует творческая лаборатория «Юнный кукольник». Новый проект для детей от 7 до 14 лет. Дети смогут стать участниками спектакля на профессиональной сцене театра. С приходом тепла для маленьких астраханцев в своей двери вновь распахнет дворик сказок. Тут они увидят новый интерактивно-познавательный проект. Молодежь и взрослая публика смогут увидеть спектакль по мотивам повести «Гоголя Ви». Посетить его можно будет и по пушкинской карте. Ну а в мае запланированы обменные гастроли с Толяятинским театром кукол. Они пройдут в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Однако не только в театре кукол проходят интересные мероприятия. В библиотеку, например, можно прийти не только для того, чтобы почитать. Подробнее об этом поговорим с нашими гостями. У нас в студии заведующая отделом массовой работы областной библиотеки имени Крупской Анастасии Гузенко и ее коллега. Специалист отдела массовой работы и основатель читательского клуба Укрубской на эспланадной Анна Альбекова. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Значит, мы знаем, что в библиотеке прошло несколько интересных событий. Давайте поговорим подробнее, что было, рассказывайте. Это всегда очень интересно. Как организатор событий в библиотеке хочется сказать, что их было не несколько, а очень-очень много. Во-первых. И давайте, наверное, расскажу о самых ярких, которые привлекли внимание большого достаточно количества астраханцев. И начну я, наверное, с нашей самой любимой, уже ставшей традиционной акции «Подари книгу детям». Точнее, с этого года она называется «Дарите книги с любовью», потому что, да, мы ее расширили. И эта акция проходила с 27 января по 10 февраля. И 10 февраля в нашей библиотеке мы подводили итоги. Достаточно торжественно. Так, в чем итоги? С огромным удовольствием расскажу. Мы собрали более 2000 книг в этом году. По сравнению с предыдущими тремя годами, за которые мы собрали 3500 книг. За три года 3500, а тут за год 2000. А тут за год 2000. Очень хорошо. Да, и наши все надежды оправдались, нас поддержали. Ну, мне кажется, каждый хоть как-то принял свое участие, либо помогал нам распространять информацию, приносил книгу. Откликнулись прямо такие организованные группы от учреждений, от колледжей, вузов, школ. Возьму на себя такую смелость передать огромное спасибо всем астраханцам, кто так или иначе принял участие в этой акции. Спасибо большое всем. И я надеюсь, что в следующем году у вас будет еще больше. Так. А какие еще, может быть, были мероприятия интересные? Слушай, что такое яркое тоже есть. Помимо образовательных лекций, различной направленности, мы все-таки главная библиотека региона. Поэтому наше, наверное, самое любимое направление работы – это презентации книг. Поэтому совсем недавно на базе нашего учреждения произошла замечательная презентация книги Александра Соловьева, посвященная первому губернатору нашего края. А, она тоже кожевину, да? Да, теперь эта книга есть в фонде нашей библиотеки, поэтому те астраханцы, кто не попал, кто не получил эту книгу или не может ее купить, всегда могут прийти в нашу библиотеку, взять ее и почитать. Друзья, если что-то кто-то захотел, приходите в библиотеку имени Крупской. Но мы переходим дальше. Читательский клуб. Что представляет себя этот такой формат? Читательский клуб у Крупской на Эспланаде – это еще один проект нашей библиотеки. Причем этот проект долгосрочный, мы надеемся, потому что он существует у нас с 2019 года. Формат его, ну, я думаю, что традиционный. То есть встречаются люди, которые хотят читать, которые хотят делиться впечатлением о прочитанном. Но есть одна очень интересная деталь этих встреч – это эксперты. Поскольку книги обсуждаемые – это истории людей. Ну, истории даже, может быть, нас самих только вот завуалированные. И это жизненные какие-то истории, это взаимоотношения людей, и поэтому нужен эксперт в качестве, например, эксперта выступают сексологи, выступают психологи. Причем членом нашего клуба является квалифицированный практикующий психолог, который не пропускает ни одной встречи. И она тоже резюмирует наши высказывания и выносит свой вердикт. То есть я правильно понял, формат такой, что читают книгу, потом собираемся, обсуждаем ее, да? Да, заранее выбирается книга, автор иногда выбирается две книги. Причем это может быть классика российская и зарубежная и произведение современного автора. А вот сами встречи, они когда проходят? Они ежемесячные? Они ежемесячные, за редким исключением раз в полтора месяца, раз в два месяца. Но это какой-то форс-мажор, поэтому мы встречаемся чуть реже. Причем проходит это все в неформальной обстановке, по-домашнему, очень уютно. Кто может стать участником? Любой желающий, тот, кто хочет читать, тот, кто любит читать и тот, кто хочет узнать новых авторов. Вот сейчас же очень много современных авторов, и где узнать о них? Причем это же не просто так пришли и начали говорить о произведении. Ведущий знакомит с биографией автора, с творчеством автора, и потом обсуждается произведение и разбираются поступки героев, взаимоотношения. Что еще впереди? Какой-то небольшой анонс, каких-то будущих мероприятий и планов в библиотеке? Впереди еще планируется огромное количество событий. Кратко расскажу о нескольких. О фестивале молодежном, литературном мы уже с вами говорили, ждем в мае этого года. Все будет. Также мы и сами, библиотека, запускаем в этом году наш уникальный проект. Он абсолютно новый, это всероссийский исторический квиз. Нам его помогают разрабатывать профессиональные историки. Будет достаточно интересно. Мы планируем, что к нам подключится практически вся Россия, но будет известно об этом в апреле. Все будет посвящено 350-летию со дня рождения Петра I. Анонс будет в начале весны. Я думаю, что Анастасия еще раз придет к нам в студию. Обязательно, с огромным удовольствием. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Спасибо. В нашу телестудию. Хорошего дня, хорошего настроения. Ну и хорошей реализации будущих проектов. Спасибо большое. Мы продолжаем просыпаться. Это утреннее шоу. Всем подъем. Доброе утро. Доброе. Астраханские школьники стали дипломантами в конкурсе научно-технических проектов РОСС. Ребята представили разработку, которая играет важную роль в хранении электронных данных. Проект победила в номинации физика и астрономия. Двое воспитанников регионального школьного технопарка разработали энергонезависимую память. Она, в отличие от всем знакомой флеш-памяти, будет обладать сверхвысокой скоростью действия и маленькими размерами ячейки. Жюри отметила высокий уровень работы юных астраханцев. Всего в конкурсе участвовали тысячи человек из 66 регионов страны. Он проводился университетом Иннополис совместно с Федеральным исследовательским центром и Институтом прикладной физики. А также при участии в ведущих вузов России и промышленных компаниях в рамках Международного научно-инженерного конкурса ICF. Мы поздравляем ребят и, конечно, гордимся их успехами. Это еще раз доказывает, что наши юные земляки самые талантливые и грамотные. Слово «грамоте» 21 февраля отмечается Всемирный день родного языка. Насколько хорошо астраханцы знают русский язык? Именно это мы и отправились узнать. А приори, пороша, шуфлятка. Кажется, вроде бы, знакомые слова. Но знают ли их астраханцы, мы сейчас и узнаем. Вы знаете, что такое армяк? Нет. Если я вам предложу несколько вариантов, вы сможете отгадать? Давайте попробуем. Это болезнь. Это что-то неприличное или это какая-то одежда? Наверное, что-то неприличное. По-моему, пиджак. Может быть, одежда? А вы знаете, что такое шуфлятка? Нет. Есть какие-нибудь предположения, что это может быть? Есть предположения? Нет, не знаю. Смотрите, тогда я дам вам три варианта. Это выдвижной ящичек. Это что-то неприличное. Или это часть одежды? Выдвижной ящичек? Ну, не знаю. Вот первый раз вообще это слово слышу. Ну, так, по наитии, то больше похоже как бы на шкафчик. Скорее всего, наверное, это ящичек выдвижной. Мультифора – это какое-то спортивное состязание, это часть одежды или, возможно, это файл на бумагах? Наверное, третья. Что значит «пороша»? Ну, «пороша» знаю, пожалуй. Это, ну, снег, когда вот так вот метет. Может быть, тогда вы знаете, что значит априори? Это значит однозначно. Априори значит приоритет. Вопросы мы, конечно, задавали сложные, но смогли убедиться, что астраханцы все-таки знают русский язык. А мы напоминаем, что вы смотрите утреннее шоу «Всем подъем», который выходит каждый день с понедельника по пятницу. Смотрите нас на телеканале «Астрахань-24» с 5 до 9 утра. А на телеканале «ОТР» с 6.30 до 9. Все выпуски шоу, все программы телеканала и новости вы можете посмотреть на сайте «Астрахань-24». Ну и, конечно же, на нашем Ютуб-канале актуальные новости есть и на нашей официальной странице в Инстаграм. QR-код, кстати, прямо сейчас на ваших экранах. Можно отсканировать его и перейти по ссылочке. Мы же с вами не прощаемся. Увидимся через пару минут. Не переключайтесь. Доброе утро. Пишите нас дождаться этим днем. Доброе утро, шоу «Всем подъем» продолжается. В суде Ирина Зячина. И Юрий Ашаев. В 2022 году в Астрахани планируют отремонтировать дороги, ведущие к социальным объектам. Речь идет о детских садах, школах, больницах, высших и средних учебных заведениях. Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В план графика у нас проекта на этот сезон вошли, например, такие улицы, как Адмирала Нахимова, Бакинская, Кирова, Инзилийская, Ляхова и Ботвина. На данный момент завершены аукционы на осуществление работ по обновлению данных объектов. Контракты с подрядчиками заключены, а работы планируются начать в апреле текущего года. В регионе также продолжается решение вопросов, связанных с многоквартирными домами. О том, как выстроить правильное отношение между жильцами и управляющей компанией, о том, что входит в их обязанности, узнаем у нашего следующего гостя. У нас в студии заместитель министра строительства и ЖКХ Ольга Бойправ. Ольга Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Завершился финансовый год. Мы все это прекрасно знаем. Какие сроки управляющая компания должна отчитаться про деленные работы и где взять эту информацию? Действительно, давайте начнем с того, что мы все жители, проживающие в многоквартирных домах, являемся собственниками недвижимости, собственниками жилья. И мы как раз привлекаем для того, чтобы нам в доме жилось комфортно, чтобы у нас были чистые подъезды, отремонтированные кровли, из крана текла хорошим напором вода, мы привлекаем для этих нужд управляющей компанией. Мы заключаем с ней договор, и в этом договоре как раз прописываем все вопросы, которые необходимо решать этой управляющей компанией по управлению нашим домом, в том числе и отчетность. Вот жилищное законодательство говорит о том, что управляющая компания по итогам окончания финансового года, о чем как раз звучит ваш вопрос, должна отчитаться с жильцами о тех работах, которые она провела, в какую сумму она собрала с жильцов и на что эти деньги были потрачены. И если в договоре это не сказано, каким образом отчитываться, то есть если мы как собственники не сказали, как мы хотим, чтобы перед нами отчитались, то законодатель предусмотрел, что вся эта информация размещается на интернет-ресурсах. Мы уже говорили, у нас есть ГИС ЖКХ, государственная информационная система, на площадке которой в сети интернет в течение первого квартала следующего года, то есть до марта месяца получается включительно, управляющая компания должна разместить отчет о результатах своей работы. Но в договоре мы можем сказать, проведите общее собрание и отчитайтесь нам воочию, чтобы мы уже задали вопросы и услышали. Поэтому если те люди, кто сейчас находится на стадии выбора управляющей компании и хочет заключить договор, я бы рекомендовала все-таки использовать возможность, чтобы управляющая компания не только размещала информацию, но и отчитывалась на общих собраниях. То есть я правильно, до 1 марта, это уже осталось совсем немного. Январь, февраль, март, до 1 апреля, март включительно. До 1 апреля. До 1 апреля, да. И можно, то есть, если они обязаны управляющей компанией, если нет никакого сбора, выложить стиранал на этом сайте. Да, они должны разместить на площадке ГИС ЖКХ перечень работ, которые были запланированы на 2021 год. И что было сделано, сколько собрали средств и, соответственно, на что потратили. Если собственники жилья не увидят эту информацию на сайте, либо на стенде управляющей компании у нас, помимо того, что на сайте, так как, ну, может быть, кто-то не пользуется интернетом, то можно прийти в офис управляющей компании, вся эта информация должна быть в открытом доступе на стенде размещена. Соответственно, надзорные органы у нас, службы жилищного надзора, они проведут проверку, выдадут предписание, и управляющая компания разместит эту информацию. А что вообще входит в обязанности управляющей компании? Ну, начнем с того, что управляющая компания – это та организация, которую мы привлекли, как я сказала, чтобы в доме было чисто. Это, начиная от уборки мест общего пользования, это мытье подъездов, уборка придомовой территории, это подготовка дома к отопительному сезону, обслуживание дома в период отопительного сезона, это обеспечение непрерывного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, тепла внутри дома. То есть все инженерные коммуникации, которые находятся в доме, они обслуживаются, управляющая компания, не дай бог, произошла какая-то протечка, будь то по стояку в квартире, либо в подвале. Управляющая компания имеет ремонтные бригады, которые должны оперативно отреагировать на поступивший сигнал и отремонтировать. То есть они осуществляют текущий ремонт дома, обслуживание и содержание. Но конкретный перечень работ, который проводится в каждом доме, определяет общее собрание. Мы, как собственники жилья, прописываем в договоре, что план работ на очередной год, что мы хотим делать и что в рамках аварийного обслуживания. То есть у меня вот следующий вопрос был, как определяется план работ на следующий год, это только общим решением? Вообще, конечно, законодательством предусмотрено минимальный перечень работ, который должен осуществляться управляющей компанией. Да, это 290-е постановление правительства, кто хочет, может его изучить. Но это как раз те вещи, о которых мы сейчас с вами говорили. Плюс в договоре собственники прописывают, что определили стоимость содержания 1 квадратного метра и что в эту стоимость будет входить. Ну и, естественно, отвечает за выполнение всех работ. Это сама управляющая компания, конечно, которая должна иметь в своем штате сантехников, электриков, дворников, тех людей, которые будут непрерывно в течение 24 часов обслуживать наши многоквартирные дома, чтобы нам жилось в них комфортно, чисто и уютно. Весна уже почти наступила, хочется уже чаще выходить на улицу. Вот придомовая территория, кто отвечает за нее? Придомовая территория, она также относится к общему имуществу жильцов. По законодательству, вообще территория двора должна быть размежевана и закреплена за каждым многоквартирным домом. И обслуживание этой территории, это уборка, подметание придомовой территории, это уборка детских площадок, если они находятся. Это тоже входит все в обязанности управляющей компании. Те средства, которые мы платим на содержание жилья, также управляющие компании расходуют на приведение в надлежащее состояние. Но и мы, как, наверное, собственники жилья, не должны быть в стороне. Никто не отменял субботники, активную жизненную позицию по участию в благоустройстве своего двора. Вот, например, в моем дворе у нас участки распределены по подъездам при домовой территории, но идет своего рода соревнование. У кого цветник лучше, кто красивше высадил и благоустроил свой отземельный участок. Поэтому все-таки не нужно пинать только на управляющую компанию, но нужно понимать, что если мы хотим, чтобы у нас было чисто и красиво, нужно к этому и свою руку приложить, приучать наших детей, чтобы они тоже участвовали. И от этого, я думаю, хуже никому не будет. Спасибо большое. Рассказали, объяснили, настроили, напомнили, вспомнили. Хорошего дня. И почаще приходите к нам и рассказывайте такие интересные новости. Спасибо большое, дорогие друзья. Просыпаемся. Впереди еще целый день, целые недели. Так что берите лопатки и идите сажать цветочки на преддомовой территории. В понедельник с утра. Доброе утро. Доброе утро. Астраханцам предлагают принять участие в отборе в МОБ-резерв. Военным комиссариате напоминает мобилизационные людской резервы это гражданские люди, добровольно заключившие договор с Министерством обороны Российской Федерации. В мирное время они числятся в запасе и вызываются при необходимости укрепления безопасности страны. За время нахождения в запасе резервисты участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть. Нахождение в резерве можно совмещать с основной работой. На время сборов гражданину будет выплачиваться средняя заработная плата по месту работы. А Министерство обороны берет на себя возмещение затрат предприятию из-за отсутствия сотрудника. Плюс нахождение в резерве это не только служба Родине, но и получение дополнительного образования, медицинского обслуживания и денежных выплат. Получить дополнительную информацию можно в военных комиссариатах по месту жительства. Прием осуществляется ежедневно и на такой патриотичной ноте в преддверии Дня Защитника Отечества мы решили вспомнить о самых великих полководцах. Всем привет! С вами Владимир Ковалев. Буквально несколько дней остается до главного мужского праздника Дня Защитника Отечества. Как считают историки, битва выигрывали не армии, а люди, которые стояли во главе. Поэтому сегодня я решил вспомнить самых великих отечественных полководцев, которые защищали нашу Родину. Готовы? Тогда поехали! Начнем по хронологии. Великий князь, мудрый государственный деятель, знаменитый полководец Александр Невский. Родился он в неспокойное время, незадолго до того, как на Руси стала главенствовать татаро-монгольская ига. Всю свою жизнь Александр Невский посвятил защите отчизны. И со своей задачей он справился прекрасно. В 1240 году вместе со своей немногочисленной дружиной он одержал верх над шведами. После Невской битвы за ним закрепилось всем известное прозвище. Ну и, конечно, без внимания нельзя оставить его победу над Ливонским орденом, знаменитое ледовое побоище на Чудском озере. Двигаемся дальше. И на очереди Дмитрий Донской. Его называют прородцом современной России, ведь именно он был одним из символов русского сопротивления и настаивал на объединении русских земель во время татаро-монгольского гнета. В 1380 году он дал бой армии хана Мамая. Победой в Куликовской битве, где полностью была разгромлена монгольская орда, он навсегда вписал свое имя в мировую историю. Крутим маховик времени и переносимся в век 18-й. 24 ноября 1730 года рождается основоположник русского военного искусства, военный мыслитель, которому не было равных. Речь идет об Александре Суворове. В более 60 проведенных сражениях герой Отечества не потерпел ни одного поражения, при том, что чаще всего противник превосходил его число. Также его запомнили заботы о солдатах. И несмотря на звание генералиссимуса, его часто можно было встретить за походным костром, где он слушал разговоры простых солдат. На очереди у нас главнокомандующий русской армии Михаил Кутузов. Он был сыном генерал-поручика, и военное ремесло было у него в крови. Проверить свои возможности ему пришлось сначала в русско-турецкой войне, а затем против самого Наполеона Бонапарта. Во время Отечественной войны 1812 года он одержал важнейшую победу над французами. А известная всем Бородинская битва считается самой кровопролитной в истории среди однодневных сражений. И завершает наш список Георгий Жуков. Он возглавлял Красную армию в Великую Отечественную войну. Его военная карьера началась во время конфликта с Японией. После боев на Халхингола и операций в Монголии он был удостоен звания Героя Советского Союза. О его полководческих способностях узнал весь мир. Во время Великой Отечественной войны он проявил себя как гений своего дела, что напрямую помогло не только выгнать фашистских захватчиков с родных земель, но и поставить финальную точку в этой страшной войне. Это лишь часть наших великих соотечественников, которые защищали отчизну в разные периоды истории. Я еще раз поздравляю всех мужчин с наступающим праздником. На этом у меня все. С вами был Владимир Ковалев. Пока-пока. Астраханские мамы с несовершеннолетними детьми могут получить помощь в трудоустройстве. Это возможно благодаря проекту «Коллективный офис Центр мам» от службы занятости населения города. Такие офисы работают во всех районах области. Они созданы для выявления проблем, которые мешают женщинам выйти на работу. Накануне специалисты Центра занятости Янатаевского района провели консультацию. Там они рассказали, где и как искать работу, как открыть свое дело и куда обращаться за государственной поддержкой. И также о возможности повысить квалификацию или пройти профессиональное обучение. И переподготовка. Участницы лекции смогли задать все интересующие вопросы. А в конце записаться на нужные им курсы поваров, парикмахеров и операторов-кассиров. Такие новости к этому часу. Мы перернемся на небольшую паузу, а потом вернемся и продолжим делиться хорошим настроением, хорошими новостями. Доброе утро! Доброе утро! Пишите в нас пождаться этим днем! Доброе утро! Шоу «Всем подъем» продолжается. В студии по-прежнему Ирина Зячина. Юрий Ашаев. Стоимость туров по России обещают удешевить вдвое. Об этом сообщили в Ростуризме. Правительство Российской Федерации в этом году продолжит субсидирование чартеров по стране. Напомним, чартер – это пакетный тур. Он включает в себя перелет, проживание, трансфер и базовые экскурсии. Благодаря этой инициативе цены на поездки для туристов должны снизиться в полтора-два раза. В рамках нацпроекта по туризму на эти цели предусмотрено более двух миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших трех лет. Это касается как отдаленных местностей, так и популярных и уже востребованных туров. То есть чартеры делают путешествия дешевле и доступнее. Вот некоторые ученые прям утверждают, что древнейший из искусств это танец. Именно ритмичные выразительные движения телом покажи еще раз. Телом помогли людям реализовать потребность в передаче своих чувств. Уже в первобытные времена танец сопровождал все особые события в жизни человека. Рождение, смерть, выборы нового вождя и так далее. Видимо, поэтому танец существовал и существует у всех народов, населяющих нашу планету. И, кстати, танец – это замечательный способ для знакомства с культурой и традициями другого народа. Прямо сейчас наш коллега Роман Коломаженов расскажет об истории лезгинки и даже попробует ее станцевать. Давайте посмотрим. При слове лезгинка у многих в голове возникают образы быстрого кавказского танца под не менее узнаваемую музыку. Все также интуитивно понимают, что русское название лезгинка пошло от слова «лезгин». Но мало кто знает, что в начале прошлого века лезгинами называли вообще все горские народы Дагестана. Сегодня вместе с вами узнаем, что за танец лезгинка, откуда он берет свои корни, ну и плюс сами попробуем его станцевать. станцевать. Лезгинка – это общепринятое название для танцев народов Кавказа. У каждого свои отличительные черты, но есть между ними и много общего. Но если брать основную базу такую лезгинки, то да, там в принципе девушка должна ассоциироваться с образом лебедя, то есть в основном у нее все движения должны быть нежные, пластичные, красивые. Вот, то есть полностью передавать образ лебедя. Мужчина, парень – это орел, который находится рядом с девушкой, в любом моменте может ее защитить. И то есть характер тоже должен быть как у орла, то есть крепкий, жесткий, так как и движение в танце. В парной лезгинке есть свои четкие правила. Женщина не должна смотреть мужчине прямо в глаза, а он не может прикасаться даже к ее платью. Но не все поддается правилам. Вени! 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 Крепко! Раз, два, три, четыре! Выкрики – это для чего? Знаете, выкрики – это больше от души идет. То есть нет такого, что вот мы заучили определенно там в этом моменте делаем выкрики, в этом моменте. Это прямо идет снаружи, то есть это выплеск эмоций через выкрики. То есть танец и музыка, они как-то так, да? Конечно, конечно. Потому что, ну, вы прямо когда начали танцевать, дети приятно. Это все эмоции, это все выплеск наружу. Исследователи считают, что лезгинка пошла от ритуальных танцев. В древние времена их совершали народы Кавказа перед битвой или охотой. Возможно, и выкрики, которые используются сегодня в лезгинке, тоже пришли из ритуальных танцев. Итак, это Армен, он сейчас мне будет показывать основные движения в лезгинке, но я буду пробовать повторять. Армен, поехали. Давайте, короче, будем заходить. Самое простое, да? Самое простое – это у нас двойной шаг. То есть, когда мы, например, выходим свадебный танцпол, допустим, тогда будем заходить двойным шагом. То, что мы сейчас будем проходить. Давай. То есть, руки на пояс кладем, ноги вместе. Делаем шаг, носок, носок должен быть чуть-чуть впереди, чем правая нога. Вот так. Да. И правую ногу, то есть, тачим за собой, тянем. По полу. Раз. То есть, прямо протаскиваем кого-то? Да, то есть, еще раз. Все. Шаг, шаг, носок, и потянули. Теперь этой ногой, который у нас носок, ставим левую ногу ступней. Раз. Носок, и потянули. Только носок всегда должен быть впереди, чтобы потянуть. И они должны быть равномерны друг с другом. И опять, шаг, носок, и вперед. То есть, когда более быстро, оно красивее смотрит. Да, понятно. Пока что... Ну, давай попробуем. Давайте еще раз. Руки на пояс, спиды ровно, и голова смотрит вперед. Вперед. То есть, шаг, носок, и тянули. Да? Шаг, носок, потянули. И еще один момент, то есть, когда мы ставим шаг, шаг, то есть, не полтора метра, не метр, а да. С движением ног разобрались. После нескольких попыток сделать ровный шаг, мы решаем подключить руки. И получается, руки держим, и вот этот шаг пошел. То есть, шаг, носок, и потянули. И левая нога. Шаг, шаг, носок, и потянули. И шаг. А в этот... То есть, можно менять, да? А, ну это... Я понял. А я сейчас буду вот так, как-нибудь делать. Руки просто вот так подержал, уже у меня плечи болят. ноги иногда ходят, и у них... Физическая форма как-то поддерживается дополнительно? Или все в тренировке? Ну, когда в тренировке ходишь, то есть, меня действительно... Точнее, уже ходишь, 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 уже не чувствуется. Тело привыкает. Например, когда первый человек пришел, первый раз пришел, танцует. Первое занятие, он последний на сиденье стоит, и у него руки болят, то есть. Ну да, то я сейчас просто даже подержал, уже... Уже болятся. Ощущается одно из самых эффектных движений, такое, которое прям вот всех сразу... Вау! Это когда, ну, подпрыгивают, ноги разводят. Ты так умеешь? Да, умею. Можешь показать? Да, давайте покажу. ну-ка. Ну, для этого нужен, хороший разбег нужен, для этого. А, то есть, здесь, да, здесь навесил, получается вот. Вот так. Сейчас учить неудобно, но разбег нужен. У нас такой ансамбль многонациональный, то есть, у нас не только кавказские национальности, у нас есть и русские, и татары, и казахи, то есть, в принципе, как и наша Астрахань многонациональная, вот, так же и у нас тут, и у нас такая большая, большая многонациональная семья. Вот так, потанцевав меньше получаса, я не только немного освоил одно из движений лезгинки, но и новый язык общения. Знакомство с танцем, как с частью национальной культуры, это еще один способ стать друг другу ближе. И, разумеется, друзья, это далеко не все, о чем мы вам сегодня расскажем. Наша программа продолжается. Встретимся после небольшой паузы. Оставайтесь с нами, друзья. Доброе утро! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро! Шоу «Всем подъем» снова на ваших экранах и с вами его ведущая Ирина Изяльчина и Ери Ашаев. Продолжаем делиться новостями, хорошими новостями. Ковидные центры нашего города изменили график приема пациентов. Это связано с открытием новой точки на базе поликлиники номер 8. Теперь с 8 до 22.00 работают пункты по адресу Кубанская 5, Кубанский дом 1 и Котовского 6. В этом же графике работает и новая точка, расположенная на улице 11-й Красной Армии, 13. Дольше на 2 часа, а именно с 8 утра и до полуночи прием ведут в областных пунктах. Это Черноярская и Наримановская районные больницы, а также Приволжская районная больница на Александрово. 7 из 13 работающих центров ведут прием граждан круглосуточно. Это пункт, расположенный в черте города по проспекту Бумажников на базе городской поликлиники номер 10. Еще два центра, расположенных в городах Ахтубинск и Камызяк, а также в селе Икрианая, Красный Яр, Янотаевка и поселке Ладарский. Так что не забывайте следить за своим здоровьем в такой же нестабильной педагогической обстановке. Кстати, здоровье следить нужно не только за собой, но и за теми, кого мы приручили. Именно об этом и поговорим с нашим гостем. У нас в студии президент филинологического центра Светлана Ермолаева. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Так, ну, давайте так. Слово кинологический я знаю. Филинологический? Мне даже трудно его уговаривать. Я не знаю. Я понимаю, что и то, и то связано с животными, уходом за животными. Расскажите подробнее. Кинология связана с собаками, а филинология от слова филис, кошка, связана с кошками. Все просто. Кажется, все просто. Где вы были раньше? Так. Все труско. Хорошо. Ну, собственно, кошек-то держат многие. Как правильно ухаживать? Я боюсь, что не все знают. Ну, у нас принцип такой же, как у врачей – не навреди. То есть, если вы сомневаетесь или не знаете, то проще поговорить со специалистами. Консультации в клубе, пожалуйста, без проблем. Это, во-первых. Во-вторых, ну, надо просто логикой пользоваться своей головой. Когда пользуешься, иногда помогает. То есть, мозг, он иногда помогает. Поэтому, ну, понятно, что если вы будете копченой колбасой кормить свою кошку, ничего хорошего не будет. То есть, принцип такой же. Мы заботимся о кошках, да, о любых животных, точно так же, как о детях до трех лет. Если вы понимаете, что трехлетнему ребенку это может навредить, то же самое это может навредить и кошке. Когда мы говорим «кормить натуралкой», это не значит, что супами и котлетами. Ну, понятно. Это значит, что здесь идет вход курица, мяса. Поэтому, но все это должно быть правильно приготовлено. И в этом случае, если вы выбираете натуральное кормление, вы должны четко соблюдать баланс минеральных веществ и витаминов. Если вы на это способны, то есть периодически вы даете минеральные подкормки, даете витамины, и вы видите, что ваше животное прекрасно выглядит, с хорошей формой, с прекрасной шерстью, да бога ради, ну, значит, ему так хорошо. Натуральные корма – это сбалансированные корма, как правило. Люди не зря работали, они их создавали. Это, во-первых, удобно. Они не портятся, те же сухие корма. Они стоят в себе, и вы спокойно уходите на работу, зная, что ваше животное в любом случае голодным не останется. Но тут еще есть такой момент. Кошка, в отличие от собак, собаку можно покормить один раз, и, в принципе, ей этого будет достаточно. А вот кошка может подходить к миске 8-10 раз в день, то есть ест по чуть-чуть. Просто нужно подбирать корм тот, который подходит вашему животному. Впереди весна, уже совсем скоро. Нужно ли сделать какие-то дополнительные процедуры, куда-то идти с котом, как-то готовить его к новому. К весне? К теплому сезону, да. Мы говорим про домашнюю стерилизованную. Животное же, оно же худеет, оно не ест, это гормональный сбой. Поэтому проведите вовремя операцию, и пусть он лежит у вас на диване, румяный, красивый, и, в общем, ничего не требует. Это один момент. Во-вторых, есть кошки и владельцы, которые живут в частных домах. И многие, если хорошая территория, закрытая, выпускают погулять, почему нет, да, там во двор. Поэтому перед весной в обязательном порядке, во-первых, нужно обработать специальными препаратами от блох, клещей и прочего. Потому что сейчас начнётся весна, и оживятся все насекомые, которые, в общем-то, вот уж не говоря о том, что животное ваше может... Это не только для кошек, это и для собак не помешает, да, потому что у собак-то вообще выгул ежедневно. И потом этих клещей, блох и всего прочего, они принесут вам, а клещи, как вы знаете, и те же блохи, им всё равно, кого есть. Ну да. Вот. И они переносят, кстати, очень много болячек. Я уж не говорю про энцефалит клещей, но элементарно, знаете, блохи переносят клещу. Как интересно. Вот так. Как интересно и как страшно, я бы сказал. Да, действительно страшно, поэтому лучше позаботиться о здоровье своего питомца и себя, и всё. Спасибо большое. У тебя есть питомица? Две кошки. Кошки. У меня один кот. Надо как-то им познакомиться. Мне надо. Спасибо большое, что пришли к нам, рассказали. Хорошего дня. Мы продолжаем просыпаться. Скоро весна, дорогие друзья. Радуйтесь. И мы радуемся. Доброе утро. Всем доброго и бодрого утра. С вами Юрий Ашаев. Пока ведущий рубрики Владимир Ковалёв готовит для вас что-то новое и особенное, мы не можем пропускать наши занятия. Поэтому сегодня вместе со мной под чутким руководством профессионала мы разберём, с каких упражнений следует начать свой день. У нас в студии фитнес-тренер Алексей Зуйков. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Собственно, тема уже сказана. С чего начинать утро, с чего начинать день, какие-то занятия, разминка или что нужно делать? Да. Так как многие, знаю, просыпаются с утра по будильнику, я в том числе, поэтому предлагаю пять минут после этого не переводить будильник дальше, а использовать и использовать для утренней разминки. Так, да, согласен. Поехали. Это, в принципе, что нам позволит, да, взбодриться, как бы, получить питон, размять мышцы, подготовить связки, сухожилия к работе. Я не сторонник интенсивных упражнений в течение часа-полтора после пробуждения, поэтому предлагаю сделать лёгкое разминочное упражнение, и условно мы поделим наши занятия на три фазы. Первая – это лёгкая разминка, небольшие движения, как бы, разогревающие, и силовые упражнения. Начинаем. Первое движение, ноги на ширине плеч, вот, кладём правую руку на левое ухо, и делаем небольшое тянущее движение вниз, то есть разминаем мышцы шеи. 5-8 секунд отсчитываем сами, делаем по наитию. Вторая рука. Поменяли. Потянули. Мы начинаем с растяжки. Да, делаем растягивающие движения. Кладём две руки на затылок, и лёгким движением тянем в подбородку груди. Так, так. Потянули. Следующее движение. Поднимаем руку правую, кладём на левое плечо, вторая рука, под локоть, и тянем мышцы плеча, и спины чуть-чуть в сторону. Напомню, сколько таких надо повторений сделать? Мы делаем посекундно где-то. 5-10-15 каждого, у кого сколько времени с утра на разминку. Угу, так. Вторая рука. Хорошо. Дальше разминаем плечевой пояс. Одна рука вверху, вторая внизу. Одновременно обе руки идут назад. То есть растягиваем плечевой пояс мышцы груди. А, у вас там что-то крути. И второе. Да, как раз, волки, мышцы после сна залежались. Мы их разминаем. Две руки в стороны, то же самое. И тянем мышцы груди, обе руки идут назад. Угу. Потянули, встряхнулись. Я уже тепло пошло. Руки ставим в замок, вытягиваем перед собой, сгибаем спину и растягиваем мышцы спины вперёд. Что-то мне это всё знакомое. Это в школе. Раз. Ну, наверное, общепринятые такие, да, занятия. Общебазовая разминка идёт. Да, да, да. Так. Всё. Дальше делаем наклон вперёд, разводим руки в стороны. С этим слабее, конечно. И правой рукой в сторону левой ноги делаем лёгкое разминочное движение. То есть просто потянуться. Мы как бы... О, пошли ножки! О! Ай-тя-тя-тя-тя-тя. Всё. И так 5-10 повторений. Ага. Никуда не торопимся. Не торопимся. Потихонечку спокойно. Никуда не торопимся, не спешим, но что-то у меня уже... У меня уже... Наша задача взбодриться, да. Да. А как бы не перевести упражнение в силовую плоскость. Понятно. Дальше. Поднимаем колено к груди и пытаемся потянуть заднюю поверхность бедра и ягодичную мышцу. Ага. Вот так. Так. Одна нога. Соответственно, и другая нога. Вторая нога. Дальше подхватываем голеностоп. Не то же самое. Тянем пятку к ягодичной мышце, чувствуем растяжение прямой мышцы бедра. Чувствую, чувствую. Если легко, значит, чуть-чуть отводим ногу назад. Ага. Одна нога. Вторая. Вторая. Да. Да. И в заключении первой фазы просто сводим две ноги вперед и пытаемся достать пальцами кончиков пола. Если легко, соответственно, достаем кулаками. Кулаками легко, достаем ладошками. А если ничем не легко? Если ничем легко, значит, просто... Стараемся. Стараемся. И пытайтесь почувствовать растяжение задней поверхности бедра. Так, хорошо. Отлично. На этом первая фаза заканчивалась. Дальше. Берем небольшие отягощения. Грудью как бы... Да. Как вы подключаете именно грудь. Так. Опускаем руки. Делаем подъемы перед собой. Ага. То же самое. От 5 до 15 повторений. Кто-то хочет больше. Главное, опять же, повторюсь, не перевести в силовую плоскость это движение. Понятно. Размяться, разогреться. Небольшие подъемы. Так. Угу. Здесь вы должны почувствовать плечо, чтобы размялись наш плечевой пояс. Так. Можно сделать подъемы... На бицепс. На бицепс. Немножечко. Да, то же самое. Только немножко руку отведите назад и чуть-чуть растяжение дайте мышцам. Ага. Да? Хорошо. Вот. Хорошо, когда за тобой смотрит опытный специалист. И еще движение. Прижмите руки к локтям. Ой, локти, вернее. К ловищу. Да, да, да. И разводите руки в стороны, локти не отводя. Так. Да? От корпуса. Ага. Так, Алексей, я предлагаю переходить на третью фазу уже в то же время. Все, третья фаза, она простая у нас, как бы, локти. То есть мы делаем приседания, отжимания, но опять же в легкой форме. Так. То есть заключительная фаза, нам нужно, в локти, добавить немножко тонуса к мышцам. Да, поэтому мы делаем спокойно. Приседаем. Опять же. И с последующим подъемом на носки. Пятки. А, вот так. То есть кому неудобно, может быть там девушкам достаточно отвести таз назад, просто коснуться с пола. Но опять же, да, не забываем, что пятки нельзя отрывать. Желательно не отрывать, когда вы садитесь. При подъеме все равно же вам придется их оторвать, так как вы включаете еще мышцы голени в работе локи. Все, здесь то же самое. От пяти до десяти повторений, вот, главное не переусердствовать. Все, в дальнейшем. Вот отжимания. Кладем встаем на пол. Покажите правильно, как надо отжиматься. Докажите. Ну, мы мужчины, как бы, да, то есть мы будем отжиматься не с колена полностью. Опять же, мы делаем небольшое количество, максимум 10-15. Ну, кому-то не терпится. Меня важно волнует, куда руки идут вот в этот момент, потому что многие делают ошибки. Ну, здесь как бы нет таких особых ошибок. Нету, да. Ваша задача коснуться к груди полностью. Если тяжело, вы не будете касаться пола, вы будете меньше. Все зависит от того, как, в каком состоянии у вас суставы, потому что бывает некоторым болезненно делать эти ощущения, эти упражнения. Можно, да, если тяжело, то, ну, что касается женщин, поставить колени на пол, да, и сделать небольшое движение. Конечно, желательно держать тело ровно, потому что бывает, часто отклячиваются и включаются только не полностью мышцы в работе. Ну, что ж, на этих небольших, но базовых упражнениях мы можем сказать точно, да, что наш организм немного не загрелся. Он не перегрузился, он не получил стресса, да, но в то же время мы получили тонус. И энергию. Вот, и проснулись. Да, на целый. Вот, что самое главное, да. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в утро. Спасибо вам, что пригласили. Дорогие друзья, просыпайтесь, радуйтесь этому дню хороших всех эмоций, ну и хорошего настроения. Доброе и бодрое утро. Пишите в нас дождаться этим днём. Друзья, это утреннее шоу «Всем подъём», которое подходит к своему завершению. Всё это утро с вами были мы, Ирина и Юрия Шай. Сегодня напоминаем, что 21 февраля, понедельник, и пусть вся ваша неделя пройдёт на позитиве. До скорой встречи, пока-пока, доброе утро. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова